Шокирующий случай на улице Худякова. Живодеры ловили бездомных кошек, собирали в мешок, а потом били о стену дома. Очевидцами жестокого отлова усатых стали местные жители. Они говорят, одна из мурок и вовсе была беременной. Подробности в репортаже. Жильцы этого дома регулярно подкармливались десяток бездомных кошек. Теперь здесь осталось только две. Что случилось с остальными питомцами, пенсионерка Людмила Константиновна до сих пор вспоминает с ужасом. Ну так вот безбашенно, безбожно приехать, схватить за хвост Васеньку нашего, за хвост пытались вытащить, а он же у нас сильный. Он его цапнул и ходу. А эту они поймали беременную кошку серенькую. Она была беременная. Облаву на местных котов устроили работники специализированной фирмы. Очевидцы рассказывают, что мужчины якобы засовывали хвостатых в мешок и били о стену. Служба по отлову животных, вероятно, приехала по заявлению одной из жительниц. Елена Антакова и ее соседи оказались по разные стороны баррикад. Большинство жильцов считают, что коты никому не мешают. Но дама продолжает отстаивать свою позицию и приглашает всех желающих полюбоваться на клопов. К войне соседей подключились общественники. Зоозащитники уверяют, по закону сотрудники службы отлова должны помещать четвероногих ветприемники и стерилизовать. А на деле, видимо, получается совсем по-другому. О том, что кошек, скорее всего, убивают сразу после отлова, а не проводят с ними каких-то обязательных процедур. Об этом рассказывают представители приютов и зоозащитники, которые обычно обращаются в этот ветприемник, чтобы забрать животных. В какой-то момент времени их перестали просто отдавать, и они забили тревогу, даже составили петицию. Чтобы спасти оставшихся кошек, зоозащитница Валентина Жаркова решила приютить их у себя. Дома у неравнодушной Челябинки теперь живет 11 хвостатых питомцев. Всего, говорят, в тот день было отловлено две кошки. То есть судьба их неизвестна. Что там с ними, как. Они должны были приехать на следующий день, отлавливать остальных, чтобы с ними не случилась та же история, что с этими мы их забрали к себе. Этим кошкам предстоит поставить все необходимые прививки. А пока они вынуждены сидеть в специальных клетках. В ближайшее время девушка обещает найти всем хвостатым новых хозяев. Зоозащитники считают, что проблему бездомных кошек и собак должны взять на контроль городские чиновники. И надеются, что когда-нибудь в мегаполисе появится уполномоченный по правам животных.